Всем большой-большой привет! Очень много всякой ерести на ютубе попадается. Маленькая предыстория, вот сейчас мы будем вместе слушать. Эту историю я слышал тысячи раз, и многие, наверное, знают, у нас есть свой форум, уже которому 14 лет исполнится, исполнилась, извиняюсь, будет 15. И сколько людей туда не заходили из новеньких, и раньше особенно очень часто у каждого в деревне, или у дяди рассказывал, или дедушка, именно вот эту историю. Но сейчас мы ее вместе будем с вами смотреть. Расскажет вам о давно забытом происшествии, как гигантский сом утащил Екатерину под воду. Бедная Катя. Также опасно плавать в водах Амазонии, в реке Нил и подобных местах, где есть крокодилы, пираньи и акулы. Отчего у европейцев стынет кровь в жилах, но многие забывают про речных монстров. Амазонка, третья-десятая, Бразилия, у европейцев почему-то стынет кровь. В России, Украине и Белоруссии, а также других странах. В наших озерах и реках водятся сомы, вырастающие до устрашающих размеров. Обычно хищная рыба вырастает до трех с половиной метров и весит 250 килограмм. Но зоолог из США Дэвид Биллер уверяет, что некоторые экземпляры достигают длины 6,5 метров и весят под 600 килограмм. Сегодня гугль я просто разрывал, не нашел никакого Дэвида Биллера, который бы там писал по самому в 6 метров. Подтверждений не было, чтобы рассказать. В свое время я очень много делал запросов в разные институты, их теологии, биологии, минимум десяток это было. И единственное, кто ответил мне, это не помню сейчас название, какой-то питерский институт, биологии, их теологии. И подтвердили, что якобы 4 метра с чем-то, там 300 с чем-то килограмм в 19 веке, 1867 по-моему год был пойман сом, якобы в Невы. И вроде эта информация есть в архивах с печатями, но опять же, ну нет доказательств точных. То есть в архивах есть такое, а остальное 3 метра сама еще пока что не нашли. Случай произошел в 19.00, в середине августа 1997 года. Какие романтичные фотографии. Влюбленная пара прибыла из Тагила под Ростов, откуда молодые люди отправились на дон к родственникам, чтобы провести с комфортом бендовый месяц. Ну как обычно, купаться, загорать и отдыхать. Молодожены по приезду перекусили у родственников, прихватили лодку и поехали на берег, поскольку Екатерина любила понырять на глубине. Екатерина почему-то любит нырять на глубине. Ну такая молодая пара. Идем дальше. Молодые люди надули лодку, запрыгнули и погребли веслами подальше от берега. Катя быстро разделась и осталась только в купальнике. Она спешно нырнула в воду и вальяжно поплыла по реке. В это время муж Вадин восхищался красотой своей жены. Катя была маленького роста и весила не больше 50 килограмм. Как вот можно такую чушь еще расписать, прям как роман? На ютубе много сейчас дичи. Девушка была похожа, словно на ребенка. Екатерина наслаждалась плаванием, а горячие комплименты Вадима не утихали. Донские челюсти не пощадили девушку. Катя отплыла от лодки примерно на 10 метров. И внезапно под девушкой забурлила вода. Это было похоже на водоворот. В один момент из воды показалась большая пасть. И донской гигантский сом... Большой гигантский сом, который грунч, который водится в Индии с такой пастью, с зубами. Ну ладно, это просто фотки. Схватил девушку за туловище и погрузился под воду. Это произошло за несколько секунд. Вадим даже не успел ничего понять. Что вообще случилось? Что говорил позже Вадик? Я настолько сильно оцепенел, что даже не смог пошевелиться. Нет-нет, я не испугался. Просто это было неожиданно. В лодке еще лежали вещи моей жены. Чувствовался запах ее духов, витающий над водой. Я был потрясен, что какая... Вот он оцепенел. Вот это... Все, он не мог ничего сделать. Но чувствовал запах ее духов над водой. То есть все. Такое ощущение, что... Ну, давайте немножко сегодня так пошалим. На серьезе это все брать. Он эту Катю специально вывез куда-то. И где-то там что-то, ну не знаю, там... Кинул за борт крокодилом. Ну, так классно. 40 тысяч просмотров. Это огромная рыбина утащила Катю. Я было хотел нырнуть вслед за женой, но меня остановил инстинкт самосохранения. Я сидел и плакал. На тот момент уже вдовец Вадим мгновенно схватился за весла и поплыл к берегу. Быстро упаковал вещи и на большой скорости поехал в село. Прямо в милицейский участок. Там он в ужасе забежал в проходную и рассказал о случившемся. Даже, может быть, что-то такое где-то и было. Но я больше думаю, что жених Вадим завалил свою невесту, утопил ее, помчался в участок. Ну, тогда была милиция. И начал рассказывать про огромного сама. Но дальше будет интереснее. Вскоре собралась вся деревня на охоту за душегубом. Сотрудники милиции с местными крепкими мужиками поставили сети и стали ловить монстра. Постепенно сужая расстояние между сетями. Как говорит начальник отдела, шансов на поимку гигантского монстра было мало. Но чудо случилось. После многочасовой охоты мы поймали речного монстра. Когда сельские мужики крутили лебедку, почувствовали несоизмеримое сопротивление. Мы стали подтаскивать рыбу на мелководье. И когда подтянули рыбину ближе, мы оказались в ступоре. Такого сома я еще никогда не видел. Хищник дергался на мелководье и повалил на землю двух здоровенных мужиков. Начальник милиции хотел умертвить сама из табельного оружия. Но спустя пару минут толпа людей пришла в себя и бросилась на сома избивать, колотить и... Друзья, именно сейчас про это видео, таких сотни. Я пока готовился к этому стриму, я просто офигел. Если еще почитать комментарии, там каждый второй пишет, да нет, реально у нас такой случай был. Носить удары различными сельскохозяйственными инструментами. В итоге обозвем... Разогнали ментов, начали, короче, дубасить сама, потому что убийца. Народ фактически разорвал рыбу на куски. На месте после вскрытия рыбы в желудке обнаружили тело Кати. Кислота еще не разъела тело. Поэтому опознать составила труда. Рыбина по размеру была не меньше пяти метров. А вес неизвестен, поскольку не было возможности взвесить. Потому что на куски разбили сельскохозяйственными инструментами. К тому же население продолжало периодически изувечивать хищника, превращая его в фарш. А вы видели настолько больших рыбин? Давайте обсудим это в комментариях. В общем, эта история курсирует везде, в интернете. Я говорю, сколько людей заходило на форум, якобы самятники. И вот это же пишут, ну вот да, да, это у нас было там. Или вот это мой дед рассказывал. То есть, вот как люди ведутся на всякую ересь и потом еще на серьезных щах это все рассказывают. Сразу расскажу по поводу всяких этих людоедов. В свое время я перерыл тоже очень много материалов. Делал даже запросы в различные инстанции, чтобы кто-то доказал, что где-то кто-то сом сожрал, там, ребенка, козленка. Нигде нет достоверных фактов. Нигде просто. А в наше время надо упираться на факты. Следующее видео мы будем смотреть больше 10 миллионов просмотров. И люди реально, вот, ну, я не знаю, они верят во все, что им рассказывают. Ну, неизвестно кто. Нет ни фактов, нет никаких подтверждений. Охота сказать таким авторам, ну, что вы делаете? Зачем? В Ютуб смотрят дети, третье. Не только дети. Всякие тетушки начинают потом эту хрень, извиняюсь, разносить там везде. Интернет сейчас для всех открыт. И потом, да, и вот потом прилетают комментарии, что сомов надо уничтожать, убивать. Они там людоеды, они падальщики. То есть все, ну, просто ужасно, короче. Как известно, в реках России и Украины, в отличие от экзотических стран, не водятся гигантские змеи или зубастые аллигаторы. Казалось бы, водоемы абсолютно безопасны для купающихся. Увы, это не так. Личный сом обитающий... Ребята, видео называется «Самы убивают людей, нам врали тысячу лет. Реальная история». 10,5 миллионов просмотров выложено 10 февраля 2018 года. Я думаю, каждый уже, наверное, кто хоть как-то про сама что-то гуглил, нарывался на это видео. Практически во всех крупных реках представляет для людей не меньшую опасность монстры Африки или Южной Америки. Досмотрите видео до конца, и я вам расскажу о том, что от нас скрывали ученые про этих чудовищных рыб. В понимании жителя современного мегаполиса, сом – это небольшая пятнистая рыбка, питающаяся грязью, налипшей на стенке аквариума. В то же время жители сел, расположенных на берегу больших рек, при названии этой рыбы неприятно поеживаются. Их можно понять. Дело в том, что сом является самой большой рыбой в центральной части России. Вы знаете людей, которые при слове «сом» начинают поеживаться? Ну вот из-за таких видосов и из-за таких авторов скоро к этому все и придет. И сома вообще начнут уничтожать. При этом все сомы хищники, питающиеся не только мелкими рыбешками, но и домашней птицей, небольшими животными и даже людьми. По своей природе сомы – это санитары рек, подидающие всю падаль, включая тела мертвых животных. Насчет падали, кстати, ребята, кто смотрел, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я делал отдельный ролик, там 10 минут идет. «Сом падальщик» называется. Но самое страшное – это размеры пресноводных хищников. В нашей стране сом может достигать 300 кг при длине тела до 5 метров. Подобный монстр действительно способен без труда утащить под воду зазевавшегося рыбака или женщину, полощущую белье. В частности, Дэвид Виллер в своей книге «Рыб…» Опять Дэвид Виллер? Нет никакого Дэвида Виллера. Я не знаю, откуда вы это хапаете все. «Рыба убийцы» описывает сома весом полтонны с длиной туловища 6,3 метра. При этом самый большой сом, официально выловленный в реках Европы, был пойман в Италии в 2011 году. Рыба весила 114 кг и имела длину 2,5 метра. Больше уже, намного больше ловили. Два года до этого, 1 мая 2009 года, в Таиланде был пойман трехметровый сом весом 293 кг. В Таиланде живет меконский сом, который питается планктоном. Вася, планктоном он питается. И да, он был 300 кг. Совершенно другой вид. Ну, надо же все смешать, все факты, и рассказать людям, чтобы все в страхе сидели. В России нет статистики размеров и веса пойманных сомов. Тем не менее, жители побережья крупных рек утверждают, что сомы размером с взрослого человека и весом стилен к ней являются редкостью и очень опасны. Чаще всего сомов российских рек сравнивают с крокодилами Африки. Они так же, как и аллигаторы, маскируются под окружающий пейзаж, незаметно подплывают к жертве... Кто сравнивает сомов с крокодилами Африки? ...и нападают на нее. Обитают сомы обычно на илистом дне, где заметить их практически невозможно. Чаще всего жертвы принимают сома за полусгнившее бревно, за что бывает тут же жестко наказанный. Страшно себе представить, но пасть у рядового трехметрового сома открывается на полтора метра. Да, сложно это смотреть. Еще раз повторюсь, больше 10 лямов просмотров, 43 тысячи лайков и только 10 тысяч дизлайков. Можете сравнить уровень интеллигенции людей или вообще, ну что происходит в этом мире, я не знаю. Ну кто в такую чушь верит? Про комментарии я вообще не хочу говорить. Неудивительно, что эти страшные рыбины воруют у крестьян уток, гусей и даже собак. Хорошо известен случай, когда в Запорожье на дне Днепра был найден затонувший пароход. У судна была провоина, в которой застрял пятиметровый сом. В его желудке аквалангисты обнаружили останки трех людей. Говорят, в этих местах нападение сомов на людей не редкость. Сом застрял в корабле, но как-то останки остались. Плюс ходит параллельная история, подняли танк где-то, сейчас не буду где, похрен где, потому что нигде его не поднимали. И в нем жил сом, тоже застрял, он маленький был, заплыл в дуло и там вырос и не смог выплыть. И достали танк, достали сома и в нем были остатки нацистов. И эту историю люди разносят на вполне серьезных щах, с вполне серьезным видом, к чему мы катимся. Больше всего сомы любят поесть мертвичины, когда по весне вода подтапливает прибрежное кладбище. Самой большой неприятностью является встреча с голодным сомом. Такие рыбины, случалось, переворачивали лодки рыбаков, нападая на них уже в воде. Несколько лет назад мне довелось беседовать со своим товарищем по имени Михаил, много лет отслужившим в спецназе внутренних войск. Услышав историю про сомов-людоедов, полковник ничуть не удивился, поделившись историей, свидетелем которой ему довелось быть лично. Однажды служба забросила его на военную часть около станицы Курская. Неподалеку находилось озеро достаточно внушительных размеров. Незадолго до приезда Михаила в части произошел несчастный случай. Утонул старший сержант. Когда для подъема тела несчастного на дно опустились водолазы, то обнаружили около десятка сомов до пяти метров длиной. Одни кричат, у нас нет крупных сомов везде. Тут вот, сколько там было, десяток пятиметровых как-то вот. Бежащих возле трупа сержанта. Приближаться к ним водолазы наотрез отказались. В то же время местные жители рассказали, как однажды сом утащил на рассвете под воду молодого мужчину. Несколько ночей подряд местные жители караулили рыбу. Убить монстра удалось лишь спустя более двух недель охоты на него. Ученые бьют тревогу. Из-за неотвратимо меняющейся экологической обстановки поведение этих гигантов все чаще становится непредсказуемым. Они, конечно, не похожи ни на акул, ни на крокодилов. Тем не менее, сомы хищники, и здесь есть о чем задуматься. Живут сомы до 100 лет и очень приспособлены к условиям, в которых обитают. Тем не менее, наряду со своей санитарной деятельностью, что по поеданию утонувших животных и больной рыбы сомы частенько становятся убийцами. Наверняка в представлении большинства горожан данный вид рыбы имеет небольшие размеры. А чаще всего для людей это вообще всего лишь аквариумные сомики. Но рыбаки со стажем, конечно же, знают, какое-то нелегкое дело. Вытянуть из речных вод это громадное чудовище со страшным оскалом. Да, нелегкое дело. Я удивляюсь, как меня еще не сожрал какой-то вот сомлюдоед. Как автор утверждает, в воду вообще нельзя заходить. Действительно, самые крупнейшие водоплавящие существа нашей местности. Мало того, это... Ну это вообще нормально. Так уже картинки кончились. Давай-ка мы это вставим. Польшущие рыбины представляют собой серьезную угрозу не только для небольших зверей и птиц, но и для людей. Пресноводные гиганты очень любят тихие водоемы. Именно в таких местах их чаще всего и встречают рыбаки. В Казахстане, например, несколько лет назад в Копчагайском водохранилище был пойман один из таких сомов в километра 74 сантиметра в длину. И вес его составлял более сантиметра. Частенько рыбаки видели сомов и вовсе намного больше размеров. На Иссыкуле даже есть памятник. А вот про Иссыкуль вообще, кстати, в комментариях я там читал, его порвали за это. Что он сейчас расскажет, что за памятник на Иссыкуле, но таким людям пофиг, им нужны просмотры, им нужны лайки. Гиганту. Причем он представляет собой натуральную пасть огромного сома, поставленную в виде арки, под которой легко и свободно можно пройти каждый. Такая она огромная. В книге зоолога из США Дэвида Виллера, в которой речь... Ученые из США. В США нет сомов, ну, европейских. Ну, в Америке лучше же знают. В рыбах-убийцах описывается реально существовавший сом, длина которого достигала более 6 метров, а весил он при этом полтонны. Примерно такого же веса рыбины были пойманы в разное время германскими и узбекскими рыбаками. После услышанного, я думаю... Полтонны. В Германии ловили, узбеки ловили, ну, этот... Дэвид Виллер или Биллер, он реально знает. Но вы теперь будете аккуратнее заходить в реку, ведь змеи и крокодилы это не самое опасное, что вас может ждать в водоемах. Спасибо за ваши просмотры, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!